14 июля в Центре управления регионом прошла пресс-конференция. Спикеры рассказали о темпах вакцинации от COVID-19 и ответили на самые частые вопросы ульяновцев, связанные с прививкой от коронавируса. Чаще всего жители региона, которых волнуют проблемы здравоохранения, интересуются именно темой вакцинации. За июль 1163 сообщения о том, что люди вакцинировались, но не получили сертификат на госуслугах. Запись лиц ожидания 21% сообщений 680. Вопросы сертификации, отсутствия пунктов вакцинации, проблемы с записью на вакцинацию, сертификаты переболевшего. По информации Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, вакцинация позволила снизить рост числа заболевших в регионе в возрасте старше 60 лет. По тяжести течения у нас преобладает лёгкое течение 85%. Они официальные данные, которые нам дают лечебно-профилактические организации. 4% у нас бессимптомные носительства. И тяжёлые у нас случаи заболеваний приходится на них более 4%. С начала прививочной кампании в Ульяновскую область поступило 232 942 комплекта вакцины, что составляет 39% от планового количества. 14 июля в регион запланировано поступление ещё 12 тысяч доз вакцины. Всего в нашем регионе первый компонент вакцины получили почти 230 тысяч человек, из которых порядка 86 тысяч – люди старше 60 лет. На сегодняшний день остаток у нас 1150 комплектов, но в основном, конечно, сосредоточены в районах области, потому что население там, ну и меньше по количеству, соответственно, темпы у них немножко пониже. В ходе пресс-конференции ульяновцам напомнили о том, что несмотря на активные темпы вакцинации, необходимо соблюдать масочный режим, стараться избегать массового скопления людей, а в случае заболевания коронавирусом – изолировать заболевшего от других членов семьи, в том числе и от детей. Изоляция заболевшего человека в семье очень обязательна, потому что возраст от 1 до 6 лет как раз даёт рост заболеваемости за счёт того контакта, который у нас получается в семьях и близком окружении. Сегодня подход к вакцинации стал меняться, так как появились новые штаммы вируса, заразиться которым рискуют даже дети. Такая тенденция прослеживается во всём мире. Если раньше юханский тип, он в основном был патогенен для людей взрослых старшего возраста. Дети, как правило, не болели, либо болели в такой лёгкой форме, что на них никто не обращал внимания. Мы сейчас регистрируем и в Европе, и на американском континенте именно детскую заболеваемость ковидом. Что касается общей ситуации по заболеваемости ковидом в регионе, в настоящее время разворачиваются новые клинические базы для госпитализации заболевших ульяновцев. Такое решение продиктовано статистикой роста заражений ковид-19. В настоящее время функционирует шесть основных баз для пациентов с ковид-19. Из них одна предназначена для госпитализации детей. В поликлинике медсанчасти ежедневно работает кабинет вакцинации, коронавируса. Прививку я сделала, первую, вторую. Чувствовала хорошо себя. Дети тоже сделали прививки. Это ваше решение, да? Да, это моё решение, созданное, конечно. Уже с 15 июля в регионе будет открыто ещё две госпитальных базы для лечения больных коронавирусом. Число заболевших в Ульяновской области старше 60 лет постепенно снижается. Но возрастает количество сложных случаев течения заболевания среди молодых людей. По словам специалистов, только коллективный иммунитет, сформированный благодаря активной вакцинации, позволит снизить число заболевших как в регионе, так и в стране в целом. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.